Приветствую гостей и подписчиков моего канала. Меня зовут Елена Мирсанова. Я парапсихолог. Сейчас мы рассмотрим такой вопрос. Стоит ли на него рассчитывать? Посмотрим, насколько этот человек надежный. И вообще, на что именно вам можно рассчитывать? Посмотрим, какие варианты покажут карты. Возможно, дадут какие-то советы. Может, что-то нужно предпринять, либо же наоборот. Вот так. Этот расклад общего характера, то есть не настроен лично на вас. Поэтому, если вам нужна индивидуальная консультация, то в описании к этому видео, то есть опуститесь немножко пониже, есть ссылки на условия моей работы. Можете по ним пройти и ознакомиться. Итак, что вам нужно сделать? Загадываем данный вопрос. И на каждую позицию можете выбрать отдельного мужчину. Если у вас есть такие возможности. Выбрать нескольких. То есть на каждого человека выбираем одну цифру от 1 до 5. Как выбираем интуитивно, то есть первое, что придет в голову. Можете даже на бумажке написать имена. И вот, какие понравились, подписать. Итак, смотреть мы будем на карту Кипер. Делаем 5 позиций по 3 карты. Что же, вернее, стоит ли рассчитывать на этого человека, на этого мужчину. И для какой степени можно рассчитывать. Либо ему доверять не стоит вообще. Итак, для тех, кто выбрал цифру номер 1. Стоит ли рассчитывать на этого мужчину. Ой, к сожалению, скорее нет, чем да. Человек, вот такое вот сочетание карты выпадает не так часто. Но вот, к сожалению, тут вышло. Человек постоянно сомневается в своих решениях. Он и 200 раз передумывает. Постоянно что-то ждет. То есть какой-то определенности и надежности от этого мужчины ожидать все-таки не стоит. Либо брать правды правления в свои руки. Единственный вариант. А ждать именно инициативы какой-то вот именно надежности в плане решения каких-то проблем, решения каких-то дел. Абсолютно не стоит. Человек, который откладывает все на потом, на завтра, вот у него завтра, 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 пока, как говорится, сроки не подожмут совсем. И то не факт, что он все-таки эту проблему решит. Может вообще человеку, который никогда практически ничего не планирует. Можно сказать, планирует по течению. И самое интересное то, что человек-то сам сомневается вообще в окружающих людях, в самом себе. Постоянно он недоволен практически всем. Редко-редко у него проблески такие бывают, что вроде все хорошо. А так, начальство сволочи, там политики такие-сякие, и жизнь вообще очень плохая. Это мягко сказать. Так что человек, скорее всего, вот такой вот негативно, очень много негатива. Либо вы, вот с этим человеком нужно вот прям жестко. Если вы довольно-таки мягкий человек, к сожалению, это вообще не ваш вариант. Иначе он вас потянет наоборот вниз. Так что рассчитывать на этого человека все-таки не стоит. Так, расклад номер два. Стоит рассчитывать на этого человека. Так, ну вот смотрите. То, что произошла вообще ваша встреча, это все-таки было не так просто. Я бы не сказала, что пока там есть какое-то будущее с этим человеком. Но вот на данный момент в вашей жизни и, возможно, его, вы друг другу все-таки в какой-то степени вынуждены. Скорее всего, тут больше даже моральная поддержка. К тому же этого человека, не знаю по каким причинам, но придется ждать. Постоянно ждать. Он будет где-то плестись, возможно, в конце. И вот на данный момент, именно вот довольно-таки большой так-то промежуток времени, ну где-то, может быть, не менее года придется потратить время на ожидание. Либо его решение, либо когда он там освободится в конце концов и будет у него время на вас. Ну или в прямом смысле освободится, потому что тут вот некоторое заточение в буквальном и в переносном смысле показывает. Человек постоянно ставит себе ограничения. Нету такой вот свободы даже действий. Если мужчина не находится в местах не столь отдаленных, то тут, скорее всего, идут моральные его личные ограничения. Он сам себе рамки вот эти поставил. Вот это вот нельзя, вот это нельзя, вот это нельзя. Вот очень много ему нельзя. Сам себя ограничивает. Нету такой вот, знаете, как свободы внутренней. Поэтому рассчитывает на этого человека вот в плане надежности именно. Нет, если с вами что-то случится там серьезное, то да, он придет на помощь. Но вот в каких-то мелочах, решении каких-то вот проблем и все такое вот нет. Нет, он постоянно будет находить какие-то отговорки. Вот это я не могу, это никак не получится. Потому что человек поставил себе ограничения. Он не может что-то сделать, то есть не может прыгнуть выше своей головы. Ну, а нам, женщинам, в принципе, это и не нравится. Что мужчина в первую очередь все-таки думает о себе, а потом уже о других окружающих. Так что вот как таковой надежности этот мужчина не олицетворяет. Расклад номер три. Стоит ли рассчитывать на этого мужчину? Так, ну вот смотрите. То, что он говорит, нужно делить пополам. Он все-таки не всегда врет. И в дубак он читает, что это он не врет, это он сочиняет. Человек такой, знаете как? Человек, можно сказать, некоторая маска, много напускного у него. То, что он говорит о своих качествах, о какой-то своей жизни, половине все-таки не стоит верить. Если, допустим, он говорит, что он там зарабатывает столько, вот сколько он говорит, делите ровно пополам. И тогда это будет правдой. Особенно любится врать насчет, как говорится, понты повысить свои, насчет финансов, насчет своего положения. На самом деле может оказаться, что и зарабатывает то он меньше, и статус то в него пониже. Если же вы находитесь уже в браке, то тут наоборот идет обратная уже позиция. Он как раз может, наоборот, скрывать свои доходы, скрывать, сколько он зарабатывает на самом деле. У него там есть какие-то свои заначки. В какой-то степени можно сказать, что это даже немножечко и плюс в плане, допустим, надежности на будущее. Человек, который сможет отложить на потом, потому что может сложиться такая ситуация, когда эти деньги понадобятся, а не раз и будут. В тяжелой ситуации, конечно, этот мужчина может показать себя абсолютно с разных сторон, зависит все-таки от ситуации. Но если именно так-то вот он получается довольно-таки насчет денег, вот он такой зажимистый сам по себе, он себя лучше чувствует, когда у него есть где-то там кубышка, она отложена, все. Он прекрасно знает, что оно там есть. И он более уверен в этом дне. Если же он оттуда деньги вытащил, он уже чувствует себя не очень хорошо, и ему нужно обязательно эту кубышку пополнить. Но если все-таки произойдет какая-то очень серьезная ситуация, когда понадобится именно конкретно его помощь, тогда да, он не оставит, конечно, в беде и поможет. Но вот такой вот человек немножко сложноватый, одновременно даже простой, потому что половить его довольно-таки несложно. полностью рассчитывать на него в больших каких-то делах, да, по мелочи не очень. Человек, любящий обещать, но не всегда выполняющий свои обещания, но можно над этим немножко поработать. То есть не смотреть на его обещания, в первую очередь, на его поступки, и вот конкретно ему предоставлять. Кстати, мысль в голову пришла интересная. Вот, кстати, мужчина очень хорошо будет работать. Берете листок бумаги, если особенно вы живете вместе, листок бумаги, вешаете с помощью магнитика на холодильник, и прямо записываете по датам то, что он сделал существенно. Во-первых, он будет видеть свои дела, то, что он сделал. Если он делает многое, его самооценка повышается, и он будет хотеть делать еще больше. Это получается некоторые поощрения, этот список. А если же список, он видит, какое-то время не прибавляется, ага, значит, он ничего не делает, это будет некоторый пинок. Очень классная, кстати, вот эта техника. Именно обязательно записывайте даты. Не просто дело, потому что может забыться, в каком это месяце было, может вообще в прошлом году. Вот, можете записывать такие, либо взять книжечку ежедневник, это все записывать, но вот тут есть немножко минус, то, что мужчине реже будет попадаться это на глаза, но если только книжечку положить где-нибудь вот прямо на видном месте. Так что воспользуйтесь, для этого мужчина очень хорошо это постимулирует. Так, расклад номер 4. Стоит ли рассчитывать на этого мужчину? Мужчина сюрприз. Характер у него такой, знаете, довольно-таки взбалмошный, но не всегда серьезный. В плане каких-то мелочей, да, особенно если он вот прям горит желанием помочь, знаете, на эмоциях, на каких-то, да. но если случится какая-то какая-то проблема, которую нужно будет решить, особенно глобальным какого-то характера, независимо понадобится финансы или нет, если потребуется от него какие-то большие, произвести какие-то большие действия, то скорее всего этот мужчина убежит в кусты. Так что рассчитывать на него, вот знаете как, тут даже как друг он не очень подходит. Я бы все-таки не советовала полностью рассчитывать на этого мужчину. Ну, вот как-то не дорос он до этого еще состояния, ну и не факт, что вообще-то растет. Довольно-таки безответственный все-таки молодой человек, может и не молодой, но в голове вот у него постоянно витает какой-то ветер. Вот где-то он там все. И довольно-таки труслив, пуглив точно не вариант для того, чтобы на него рассчитывать. Так, расклад номер пять. Стоит ли рассчитывать на этого мужчину? Однозначно да. Причем тут разницы нет, в каком браке, допустим, он состоял или в каком браке он состоит по количеству допустим с вами или собирается. Человек довольно-таки надежный, особенно вот когда дома в вашей семье, когда ваш очаг он такой уютный. Тем более мужчина такой интересный, он его и домой тянет, довольно-таки разносторонний он развит, его много что интересует. В плане надежности да, на него рассчитывать все-таки стоит. и чем больше вы ему будете давать инициативу именно какой-то свободу в решении каких-то проблем, решения каких-то дел, тем больше будет вот эта его уверенность и тем более будет его надежность. поэтому ни в коем случае не тянем все на себе, пускай он там на грабельке понаступает, ничего страшного, он умеет признавать свои ошибки, исправлять их, так что побольше давайте ему инициативу. А сами занимайтесь где-то собой, собой, кстати, в первую очередь для него, для этого мужчина большое значение имеет именно как выглядеть его женщина. Так что побольше занимайтесь собой дома и вот не решайте ни в коем случае те дела, которые знаете, что может сделать вам. Конечно, проще сделать самой, чем ждать, но тогда вы просто мужчину, можно сказать, мужчину с большой буквы, вы опустите до маленькой буковки. Так что не опускайте ниже мужчину, ниже того уровня, который он может подняться. Вообще вот получается вот в этих отношениях в этом тандеме очень большое значение имеете именно вы, именно ваше поведение, ваше отношение к вашему мужчине. Чем больше поддержки, чем больше возлагания ответственности на этого мужчину, тем это более пойдет вам же в плюс. Так что мужские дела, в том числе и бытовые, ни в коем случае не решаем сами. Можете прикинуться даже дурочкой, что вы не знаете как это делаете. На крайний случай вот покажи мне как это делается, вот я вообще не понимаю. На крайний случай даже если он знает, что вы это умеете, не забыла. Вот руки забыли как это делается, мозги вообще отключились. Вот дурочка. Немножко в шуточной форме и будет вообще отлично. Так что вот этот мужчина точно надежный, но степень надежности зависит именно от вас. Немножко нужно поработать. Итак, сегодня мы посмотрели такой вопрос, стоит ли рассчитывать на мужчину, которого вы загадали. Карты дали некоторые советы, надеюсь они вам пригодятся. подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока-пока и до новых встреч. до новых встреч. До новых встреч.